По итогам 2019 года российские продажи новых легковых автомобилей просели почти у всех японских автопроизводителей. Исключением не стала и марка Mitsubishi, потерявшая сразу 12%. Компании считают, что главной причиной снижения спроса послужило увеличение ставок НДС, которые повлекли за собой рост цен. 2019 год был трудным для Mitsubishi. Вообще не только для нас, но и для всех автопроизводителей. Российский рынок внезапно начал падать после двух лет непрерывного роста. Да, это был трудный год. Пробуждать интерес покупателей японцы намерены в первую очередь модернизацией двух моделей. Обновленный Mitsubishi Pajero Sport прибудет в Россию в декабре, но прежде, в апреле, начнутся продажи посвежевшего кроссовера IS-X. Естественно, самым важным изменением модели IS-X стал его дизайн. Да, существенно преобразилась как передняя, так и задняя часть автомобиля. Цель Mitsubishi на 2020 год – войти в десятку самых популярных в России марок. К слову, минувший год японцы завершили на 12-й позиции. Очевидно, что двух новинок может быть недостаточно, а потому компания продолжит реновацию дилерских центров и запустит несколько новых проектов. Помимо прочего, у нас есть стратегический проект с Яндексом. Этот и другие продукты помогут нам в будущем сделать наших клиентов счастливыми. В настоящее время Mitsubishi распродает в России последнюю партию внедорожников Pajero, а также готовится к запуску следующего Outlander. Премьера последнего уже не за горами, но подробности о будущем кроссовере японцы пока держат в секрете. Субтитры подогнал «Симон»